Доброе время суток всем! У нас сегодня город Таллин Первая пятница октября 2020 года Число второе 12 часов 6 минут 17,5 градусов тепла Пока показывает бортовой компьютер Мы находимся в районе Ласнаме Сейчас заезжал за оборудованием Надо отвезти на объект Случайно забыл еще мышку от компьютера В конторе Заедем в контору, поедем дальше Дорожка будет немножечко Другая Чем каждую пятницу И начнем Как обычно С погоды Вторая неделя держится у нас солнышко Периодически бывает Какой-то дождик бывает Не стой серьезно Откатаюсь постоянно на самокате Особенно вчерашний день мне понравился После работы пришел Домой Даже не сходя домой Сразу за самокат Поехал, покатался на реддиты Обратно Короче, погода пока позволяет Единственное но Что если вы днем ходите В футболке У вас такая, как бы, кофта С утра нормально Днем просто-напросто жарко Ну, я говорю про себя Вечером я вчера взял На всякий случай кофту Думаю, не пойду в футболке Я так чуть не умер Даже в этой кофте от холода После 7 часов Даже, наверное, уже к 7 часам Солнце начинает садиться И такой быстро Такой холод наступает Ну Такой у нас климат Что поделать О погоде мы поговорили Соответственно, вторая глава Это работа Работа Здесь повернем Работа у нас настолько Работы Нас настолько много Да, фирм, где я работаю Что Приходится работать Очень много И к 20 ноября Точнее, к ноябрьским праздникам И мы должны всех скрутить Короче, объект должен быть готов К 20 ноября Это вообще полностью Все готово быть Так что можете ставить Делать Тотилизатор Ставки Успеем Не успеем Я думаю, что успеем Вообще, человек может все Было бы желание Сейчас в контору приедем Возьмем Мышку Кошку Коврик И поедем В Мяннику В Мяннику Там дорога перекрытая Я думаю Будет дорога Достаточно Длинная Я так же еду И думаю Как мы поедем Не знаю Посмотрим Очень много Работы на стройках Я смотрю Очень много Завершенных зданий Я смотрю Что очень много Идет Отделки внутренние Уже Как бы Здание построено Люди Доделают Замазывают Последние Свои Огрехи О Человек К4С Жилетки По левой стороне Шел Знакомый Так Как мы поедем Прямо Не направо Мы ездили Не направо Я как-то тут Ездил Показывал вам Райончик Тоже там Двери не построили Ломают Аж до этого Перекрестка Все Делают Красивый район К полвторому Надо успеть Обратно Кто знает Читать что за объект Может смотреть мой инстаграм Там в принципе Все видно Все понятно Что мы сейчас делаем Где мы сейчас работаем Точнее фирма Помните как мы лет Наверное 5 ездили По этой дороге С утра Ну хорошо Загнул 5 лет Но 3 года Это точно Каждое утро Отсюда по-моему Ездил А возвращался Через Ливолая Очень много Кстати Что здесь Изменилось Уже Видите Дома Реновируют Аж в эту сторону В правую сторону Райончик Новый Появился А фанерка Вон смотрите Как разрушается Можно сказать А вот Как Как его называется Разруха У вас работы Нет Честно говоря Ее нет С 90 С 90 Года Наверное Здесь нет Ничего Никого Производства Здесь была Дискотека Магазин Швейных принадлежностей И какой-то был Здесь мебельный магазин Кстати В правой стороне Здесь был мебельный магазин Может быть он сейчас тоже есть Я когда работал В охранной фирме Я здесь ходил Подхалтуривал Ходил Что я делал Собирал мебель Вот Достаточно недолго Хотя Как его Достаточно недолго Но было полезно Мне Несколько в деньгах Сколько Я Из тех людей Кто Если это не встроенная кухня Скажем Какой-то шкаф Или же Полка Или секция Я собираю Без проблем Ее Ну с инструкцией Естественно При этом Могу регулировать И дверцы Меня научили Регулировать И как эти шкафчики Входные Можно Отрегулировать Так что В жизни Пошло Мне это тоже На пользу Во вторник Мне на МРТ Надо В Баницу 6 число И в Баницу Вот в эту Магдалена Которая будет По правой стороне Не знаю Проезжали мы сейчас Там или нет Я уже все дни У меня как один Все запутанно Перепутанно Кажется Этого не было Ну Придем через дворик У больницы Магдалена И Посмотрим Что там Застулька была Обновляли Ее Именно Часть больничную Где палаты Знаю Что С этой стороны Как она ужасная Все выглядит Здесь ничего Не сделано Пройдем через парковочку Да С этой стороны Это Баница Вон видно Аж Короче ничего Здесь не сделано Вот снаружи Там все-таки Делали Проедем 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 Вот сюда Кстати С левой стороны Здания Мне надо будет Сюда Идти на МРТ Да Снаружи сделали С этой стороны В эту сторону Смотрит сторона Она классно сделана По-современному Сразу вид поменяла Вот видите Жарко Я же говорю Что Людя шкурки снимают Что непонятно Солнце светит Ты одеваешь Эту кофту В кофте жарко Она же теплая На которой Солнце село Хопс Мороз Кот замерзает Обращал как-то Внимание На эти домики Очень красивые Они Особенно Когда их Отреставрировали Вообще Как конфетки Стоят Улица Асула О И на морковку Попали Электричка Вот как-то так Приехали Опс Сейчас Загружаю мышку В машину Едем дальше Все Мышка загружена Едем дальше Это один у меня Из таких редких дней Когда мне надо В два В три места Съездить было И Достаточно длинные расстояния Ох Как отсюда Красиво Аликок арена Видна Не знаю Передастся Это видео Или нет Красиво Сейчас выйдем На Пернусское шоссе И посмотрим Куда нас Судьба заведет Так Некоторые деревья Знаете Желтые Желтые А некоторые Почему-то Краснеют Наверное Естественно От вида Дерева Зависит От породы Дерева Очень опасные Узкие улицы Здесь Как часто Я часто Отсюда Выезжал Домой Заканчивал Больницы Магдалина Работу И ехал Отсюда Но человек Остановился Прямо На пешеходном Переходе Тарапыга Болт На самой катере Еду Развозит Догоним На своем личном Походу Не знаю Насколько Это Интересная Работа Как Куда Устроиться Или нет Но я знаю Что там Работает Именно Очень много Иностранцев Там Где люди Стоят Дети Прошелся Не проехал Запрошелся Так Пермусское шоссе Разгар Рабочего дня Начало Первого Двенадцать Девятнадцать Пешехода Пешехода Вообще Видите Нету А Машины Припаркованы Возле здания Видимо Работники Конторские Приехали Приехали Стоят Я здесь Кстати Катался На самокате С дочкой Это был выходной день Наверное Скорее всего Хотя не факт Может быть Прошлая среда Была И Здесь были вечером После шести Нет Это была суббота Все Все Суббота Я вспомнил Это была суббота Никого не было Но Хочу сказать Что я вот в этом На этом отрезке Таллина Пешком Почти никогда Не был в жизни Наверное Как максимум Я мог запарковать машину И Пройти от машины До вот этого здания Там Где-то работу Когда-то искал Может быть Обслужил объект Вот по правой стороне Паркуешь машину И идешь в дом А здесь Я проехался Вот по левой стороне Потом по правой стороне На самокате Конечно Тоже не пешком Но в любом случае Увидел Что здесь Редкий случай Для Таллина Здесь широкий тротуар Что слева Что справа Но Но На этом тротуаре Паркуются машины В отличие от Российских ПДД В Эстонии Можно парковать машину На тротуаре Если стоит знак Если есть там Разметка Если полтора метра Есть для пешехода Это не запрещено И у нас Очень часто Можете увидеть На тротуаре Припаркованную машину И честно говоря Когда ты едешь С дочкой Здесь достаточно Ну опасно Внимательно Смотришь Чтобы Говорит тротуар Тротуар А машины стоят И Кстати говоря И покрытие Тротуарное Асфальтное Не очень Не самое лучшее Убитое Как и по левой По правой Не все Но вот отрезки Есть такие Что походу С 90-х годов Там дорогу Не ремонтировали Я давно заметил Что когда я Ною про какие-то Участки дорог Это все ремонтируется Это стечение Случайность Такая Но приятно Особенно Особенно понравилась Улица На которой я живу Ее отремонтировали По правой стороне Будет Ярвы Кескус Торговый центр Ярвы Как и в любом Другом Наверное Городе Торговый центр Образуется Наверное Большой маркет Какой-то Я так с натяжкой Скажу слово Продовольственный маркет Где там Допустим Сильвер Призма Риме У нас И вокруг этого Продовольственного маркета Есть эти Боксики И уже Как бы Ну ядро Это именно Маркет А все остальное Это уже Такие боксы Бутики Кто как называть Боксы скорее Кстати говоря Слово бутик В Эстонии Я вообще никогда не слышал Где-то было так написано Бутик Квасом боксы Торговый бокс Даже вот в этих Так вот Это Сильвер И боксы Между прочим Не только боксы Здесь еще есть большой Строительный магазин Зеленый Но кофе попить Пока Стоим Не успел Самое интересное Здесь Сильвер С правой стороны И здесь Сразу же Вот видно Да Риме Бывший Сиасту Маркет Магазин Переделанный В Риме Сиасту Маркет Ушел Но Сиасту Маркет Это уже давно Было под Риме Риме Несколько не ошибусь Литовская Литовская Сеть И мы кстати Въехали в район Ныме уже Нам надо было Поворачивать Налево На Вильянди Монте Но так как там О Назавайте здесь Но так как там Ремонт дороги Нам придется Поехать здесь А так как мы Никогда здесь Не ездили По этому маршруту То очень хорошо Я думал Ездили Конечно Мы ездили Этими дорогами Просто там будет Отрезок Где действительно Мы никогда Я никогда не ездил На видео Не показывал Это раз А второе Я сейчас просто вспомнил Что когда я заканчивал Работу в фирме Г4С Это был Прошлый год Февраль Я снимал видео Как раз В конце этой улицы Есть По маркет По моему Или по мерку Или что такое Большая Большой склад Продажи Дерева Досых Я там обслуживал Пожарную сигнализацию Как раз заканчивал Эту работу И я не взял С собой камеру И получилось Так Что у меня Был регистратор В машине Было пятница Я на регистратор Снимал А звук Писал на телефон И потом склеил Достаточно Мне кажется Было неплохо Потому что На регистраторе Звука вообще нету Ну Тихий Холод Такой был Февраль Можно Кстати говоря Загадать Какая зима Будет В этом году Говорят Сильная Ну Хорошая Ну Вот По-моему Мы доехали До этого Поворота Соответственно Мне надо Не только Мне туда А как видите Всем туда Надо Но Новенька Есть такая Одна Маленькая Хитрость Что если мы Выйдем Вот сюда Уйдем направо Развернемся То можем Пересечь Чуть быстрее Ну Мне так кажется По крайней мере Очень не люблю Стоять в пробках Я не знаю Это просто-напросто Меня Напрягает Кстати Улица Называется Мяникутэ Если не ошибусь Справа Повернем Где будем Разворачиваться Там будет Магазин Максима Если не ошибаюсь Очень мало Что я знаю Про район Ныме Ну разве Что где-то Рынок Находится Что через него Проходят Вабаду За поезд Дарнувское Шоссе Вот здесь мы Развернемся Вроде Запрещающих Знаков Нету Ну Не знаю Ну мне кажется Что будет Чуть быстрее Там просто Пропуск машин Не очень много А здесь А второй Точнее Следующий Светофор Мой Я пройду туда А машины Едут И едут Может быть И успел бы Не знаю Ну не хочу В любом случае На этом хвосте В этом хвосте Стоять Поехали 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 Я в правильном ряду Я в правильном ряду Да Наверное Успел бы Хотя Не знаю Видите Памятники Оградки Магазин На русском Написано Реклама Эти Как его Надгробий О Кстати Мы наверняка Сейчас пройдем Как его Кладбище Если не ошибусь Оно называется Пярное Нет Вром А может быть И не вром Очень много Здесь Тоже Производственных Этих Как его Строений Глаз Кек Здесь Находятся Те Кто Делают Окна Вот Эта Фирма Глаз Кек Наверное Не помню Ой А у меня брат Возвращаться Тоже Здесь Но Цветочки Продают По-моему Слева Справа Кладбище Вильян Деманта Поворот С Бернского Шоссе Ремонтируют Там По-моему 2-3-4 Км Отрезок Такой И Не могу Подъехать Туда Куда Нам Не надо Видите Кстати Горя Мы Едем Лес И В этом Юсу Могилы И Мертвые С космос Стоят Извините К чему Обращаю Внимание Я Потом Говорил Что Кладбища В Эстонии Очень Сильно Отличаются От Скажем Тех Самых Южных Даже От Польских Кладбищ Сильно Отличаются Здесь В Эстонии Кладбище Это Спокойствие Это Парк Где Можно Реально Погулять По Дорожкам Просто Слева Справа Место Газонов Могилы Или В основу Это Лес Я Других Кстати Говоря Даже Не знаю Есть ли Здесь Те Что Я Знаю Я Других Не знаю Все В лесу По крайней Мере В черте Города Таллин Где Человек Может Пойти Подышать В свежем Водом Я Конечно Не хожу Не гуляю В такие Места Но В любом Случа Я Хожу К отцу И так Далее Я Прохожу И там Момент Когда Ты можешь Подумать Задуматься О чем Это правильно Это неправильно Это правильно Я считаю А не Эти Ну да Южные Темы Там Где Каждый Хочет Показать Что Вот он Сделал Памятник Куче Чем Там Другого Ну Надо ли Это уже Человеку Или нет Не знаю Так Вопрос Так Задумался Вот этот Слева лес Справа лес По моему Слева Мы еще Встретимся Да Вот Я вижу Могилы Кладбище Начинается Видите Вы Или нет Но Слева Это уже Кладбище В лесу Просто Какой Круг Сделали Просто Сумасшедший Я думаю Километров Шесть Ну Ничего Зато Поболтали Обратно Я поеду Уже Без камеры Здесь Закончим Работу Я ее Включу И пообщаемся Еще Немножко Посмотрим За сколько С нее Закончим Пол первого Сейчас Мне надо Пол второго Обязательно Быть там Сейчас На объекте И вот Отсюда До Пярнусского Шоссе Ремонтные Работы Я Кстати На самокате Подъезжался Смотрел По правой стороне А Опять Как его Реклама Похоже Флористика Тоже Я думал Что Будка Ставится Рекламой Бегающ Думал Какой-то Наверное Здесь Что-ли Поставили Общепит Какой-то Тоже Делают Эти Магины Биты Очень Могу У нас По цене Время На Шоссе Балдийский Между Скажем Перекрестком Эндла И Рокальмар И Кейскус Убрали Эти будки Там Вот будочка С общепитом Была По-моему Армянская Азербайджанская Как его Еда Одна будка Точно Была Армянская Кухня Другая По-моему Была Азербайджанская И Убрали Не ходят Люди Не кушают А раньше Я помню Когда Я работал На машине По ночам Очень много Там было Люди Подъезжали Гамбургеры Кофеек Я когда-то Обслуживал Все эти здания Пожарную Сигнализацию Да и охранную Вот так Ну что Приехали Получим Что-нибудь Здесь Таллинское Время 17 часов 33 минуты Наступил Вечер Пятницы Именно Тот вечер Когда чувствуешь Что наступают Два бесконечных Выходных дня С которыми Я вас всех Поздравляю Что называется Свобода Сегодня Сегодня У меня Один из тех Немногих дней Когда я домой Пойду просто С сумкой Маленькой своей И Камерой Больше У меня ничего не будет Обычно Я еще гружусь Компьютером А в компьютерной сумке Ой Чего там Только нет В этой компьютерной сумке И чтобы Естественно Не оставлять В машине Мне приходится Таскать ее Постоянно Домой Спасибо Он показал Проезжая Я проехал Как-то так Бывает иногда У людей Что-то Не знаю По мне Так лучше Проехали бы У каждого Свои Заморочки Не знаю Гаврил или нет Недели две Три назад Я приезжаю Приезжаю К себе Домой Иду на парковке А на парковке У нас Мент Этот Как его Полицейский Полицейский Короче И муниципальные Полицейские И ходят Смотрят Во все машины Я спрашиваю Что случилось А он говорит Ничего Профилактика Смотрим Ценные вещи Если ценные вещи Мы обнаружили В машине Мы звоним Хозяину И звоним Как правильно Какая разница Миристами Хозяину И Как его Называется Говорим Чтобы он пришел Забрал свои Ценные вещи Я так подумал После этого После Как его Называется Никогда не оставляю Короче Компьютер В машине Вроде бы Стекла Тонированные Но ничего Ценного Но если В гараже Конечно Компьютер Остается А как бывает Когда приходишь Куда-то У тебя Компьютер Он нужен Не нужен Обычно Вообще В конторе Его оставляю На столе В этой Сумке У меня Мультиметр Кстати Мультиметр Взял его Мультиметр Там Лазерный Как его Мерить Расстояние Лазерная Рулетка А что мы Встали Что стоим Мне направо Надо Лазерная Рулетка Потом Еще Всякие Там Приспособы Обязательно Отверточка У меня Там Кусачки Еще У меня Не вот Так В эти Кармашки Разложишь Естественно Сумка Такая Уже Весит Конкретно Поэтому А Сейчас На лихте Пойду Оставил В конторе Потому Что Возвращаюсь С конторы Домой Обычно Если Возвращаюсь С конторы Домой Таки Происходит Давайте Из объекта Тачу Как и шаг На себе Эти сумки Тяжелая История Я знаю Надо Будет Шахтерам Рассказать Как мне Тяжело Ну Вот Как-то Так Да Получилось Жду Не дождясь Вторника Надеюсь Карантин Не включат Смогу Сделать Наконец-то Рентген Своих Нот Не рентген А этот МРТ Рентген Нифига Не показал Небо Просто-напросто Шикарнейшее Шикарнейшее Чистое Фотографии Классные Делать На таком Небе Ой Солнышко Еще Я только Очки Положил Думал Уже Не будет Его Не Оно Есть Еще Новое Здание Построенное Вот это По левой Стороне Просто-напросто Красиво Смотрится Чистое небо Оно Высотное Ты стоишь Под этим Как его Называется Под переездом Кстати Деревья Смотрите По левой Смотрите То ли оно Опало То ли Никогда Листьев Не было Можно Присмотреть Мои Видео Посмотреть Можно Еще Был Был Без Без Листьев А нет Опадают Опадают Деревья Некоторые Держатся Каштан По-моему Держится Есть Деревья Такие Сины А есть Лобаки Которые Листья Свои Сбросили Скоро Фотки Пойдут На Фейсбуке В курсе Да Эти Кокювинки Будут Делать Из Эти Кокювинки В куче Эти Собранных Листьев Валяться Да Я Никогда Никогда Не делал Хотя Мне осень Очень нравится Мне очень нравится Осень Мне нравятся Эти желтые Листья Видимо Знаете Это осталось Со школы Когда Беззаботный Первый Второй Третий Класс Когда На уроках Трудая Природоведение Ходили В леса С классом А потом Это На уроке Природоведение Собирали Листики Да А на уроках Трудая Клеили На листочки Бумаг Кстати Говорите Что осталось Из этого Да нет Вряд ли Подделки Всякие А потом Наступил Пятый Класс И долил В руки Лобзик Сейчас Такие Сразу Мысли В голове Появились Начал Эту тему Говорить Помню Как В пятом Шестом Когда Это был Развал Советского Союза Даже На уроках Труда Не было Пилок Для Лобзиков Где-то Трудовик Доставал Этих Сверел Из этих Сверла По металлу Там За эти Пилки Для Лобзика Тебе Трудовик Мог Дать Какой-то Там Ну Этот Ну Кто-то Делал Там Катера Какие-то Или Скажем Молоток Ты делал На уроке Труда Хочешь Молоток Забрать Принеси Сверло Я просто думаю Что я себе Оставил Я оставил Подсвечек Себе Со школы Помню Интересно Недавно Еще помню Был Вот Мастер ремонта Куда-то Заныкал Даже Не помню Куда Мы сегодня Здесь ездили Наверное Уже Такой День Уставший Сейчас Давайте Заедем Магазин В Риме Как раз По дороге Мне удобно Когда я еду С работы На работу Домой На объект У меня Все Всегда По дороге Просто Удачно Это не то Что В удачном Городе Я живу Вот так Что я сказать Ох Отсюда Видно Как Лидл Сделали Предлез Довар Что Привезли Туда Пропустишь Пропустим Правила Правой Руки Опс А теперь Я пропускаю Правила Пешехода Видите Здесь Полтора Часа Только Бесплатно Можно Парковаться Ну что Сюда Заедем И вот Поближе К этой Припаркуемся Чтобы никто Не притирался Вот так Еще минутки Две Три Побудете Со мной Я так Долго Разговаривал О своей Сумке Проказ Компьютера Что Видимо Накликал Беду У меня Там Осталась Моя Любимая Отвертка И теперь Я буду Два Дня Дома Мучиться Два Выходных Думая О том А в сумке Моя Отвертка Или нет Что Можек Спринтер Между машин Фристайлер О Фристайл Между машинами Бегает Теперь Буду Два Дня Мучиться Оставил Я Десят В сумке Свою Отвертка Может Где-то В другом Месте Оставил В конце Концов Наверное Поеду На работу Завтра Если бы Хорошая Погода На самокате И посмотрю Все Таки Наверное Такой Человек Люблю Когда Мои Вещи Со мной Хотя Может быть И сейчас Съезжу Не 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 Поеду Если что Просто Другую Куплю А ведь Неправда Говорю Хочу Поехать А знаете Что Сделаем Здесь Развернусь Как Обычно Пожелаю Пожелаю Мира Добра Уважения К друг Другу Осторожно Дорогах Всем Спокойного Таллина Всем Спокойного Города Как Наш Таллин И знаете Что Я подумал Я потом Отпишусь Поехал Я Затерткой Или нет Или кто Досмотрит И узнает Спросит Меня Как Называется Что Я Решил Я Отпишусь Тогда В комментариях Я Просто Думаю Что Не Каждый Человек Досмотрит Это Видео До